МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть ли хоть одно вещественное доказательство существования инопланетных цивилизаций и чем грозить нам наше будущее? И еще, многое из того, что вы сегодня услышите, будет впервые. Итак, внимание на экран, потому что битва цивилизаций уже началась. Сегодня вы увидите, от кого произошел человек и почему всемирно известный ученый, основатель синтетической биологии Стивен Беннер официально заявил, что родина человека Марс. Об этом в проекте «Наследники богов». Почему археологи утверждают, что в доисторические времена наша планета пережила ядерную войну? Ответы в нашем научно-историческом расследовании – оружие древних богов. Следы неизвестных нам древних цивилизаций обнаружены в Сибири и Южной Америке. Кто обитал на этих континентах до нас и где хранятся свидетельства существования наших далеких предков? Об этом в нашем археологическом отчете «Следы богов». И, наконец, официальное заявление бывшего министра обороны Канады о том, что военные установили контакт с представителями инопланетной цивилизации. Будут ли предъявлены вещественные доказательства этого контакта? Об этом в проекте «Секретный план богов». Кто мы такие и кто наши предки? Этими вопросами человечество задается уже много лет. Мы, конечно, знаем официальную версию – труд из обезьяны создал человека. Однако все больше ученых не согласны с теорией Дарвина. Она порождает слишком много вопросов, на которые ответов нет. Например, почему нет промежуточного звена между человеком и обезьяной? Или почему некоторые виды древних людей старше тех обезьян, от которых мы, согласно официальной версии, и произошли? Некоторые исследователи полагают, что на все эти вопросы есть один точный ответ. Смотрим. 5 января 2012 года. Исследователь тайн древних цивилизаций Майкл Теллингер заявляет, что нашел подлинные свидетельства существования на Земле расы гигантов. В доказательство он публикует видео отпечатка гигантской ноги, оставленной в породе, возраст которой по меньшей мере 200 миллионов лет. Удивительно, но след настолько четок, что видны отпечатки всех пяти пальцев гиганта. Длина отпечатка чуть больше 120 сантиметров. А это значит, что сами великаны могли достигать роста в несколько метров. В мифах народов Африки есть упоминания о гигантах, которые спускались с неба. Некоторые из них вступали в связь с земными женщинами, чтобы породить новую цивилизацию – расу богов. Но кем же были эти великаны? Американский исследователь Рич Андерс недавно опубликовал работу под простым названием «Небесный террор». Эта книга уже стала мировой сенсацией. Потратив десятилетия на изучение древних мифов и легенд, антрополог пришел к выводу, что около 6 тысяч лет назад Земля подверглась инопланетному вторжению. Целью прихода богов на эту планету было то, что они хотели найти себе дом. Они беглецы, и они не собирались покидать свою планету. Была огромная катастрофа, которая создала такие жизненные условия, которые боги не могли принять. Поэтому боги не смогли продолжить там жить. Согласно версии Рича Андерса, пришельцы не были похожи на человека. Их образ отражен в мифах в виде сказочных существ. Эти существа вторглись на планету. Они вторгались в форме пяти кланов, поскольку боги, как они себя называют, разделены на кланы. И эти пять кланов принесли цивилизацию на эту планету. По этой версии, клан пришельцев, у которых были большие головы и странные конусообразные образования на черепе, что делало их похожими на быков, оккупировал Средиземноморье. Отголоски этих событий, как считает Рич Андерс, можно найти в древнегреческой легенде о страшном монстре Минотавре, который жил в каменном лабиринте и убивал людей. Но самой влиятельной группой пришельцев был так называемый клан дракона. Клан дракона – это один из кланов богов, который занимал то, что теперь называется Азией и Восточной Азией. И где бы мы не видели людей, поклоняющихся драконам в своих религиозных ритуалах, это клан дракона. Действительно, во всех странах Восточной Азии существуют сотни легенд о драконах, которые прилетали с неба на землю. Там же говорится о змееподобных существах, так называемых нагах, что живут бок о бок с человеком не одно тысячелетие. И образ этих загадочных существ, нагов, действительно впечатляет. Окрашены они были в голубые, в зеленые, в красные, в белые цвета. И вот когда описывается в первом томе Махабхараты «Великое жертвоприношение змей», там говорится о том, что существовали миллионы-миллионов нагов. Среди них были наги размером с гору, были наги размером с мыша, были разных цветов, и голубые, и зеленые, и серые, и красные. Вот. Были ядовитые, были и не ядовитые. То есть это, судя по всему, какая-то грандиозная была цивилизация. Как передают легенды, в жилах у этих существ, пришедших с неба, текла не обычная кровь, а жидкость голубого цвета. Могли ли древние люди такое придумать? Если мы вот, например, возьмем тех же индийских богов, их часто изображают нежно-голубого цвета, на фресках, на изображениях в храмах, боги действительно выглядят отличающимися от, скажем, от людей. С чем это может быть связано? Это может быть действительно связано с тем, что когда-то они спустились с планеты, где немножко другой климат, где другая сила тяжести. Если у нас все-таки в крови преобладает гемоглобин, то в их крови больше преобладает гемоцианин. Обладатели голубой крови сегодня живут на Земле. Именно гемоцианин является основным веществом, переносящим кислород в крови моллюсков и некоторых насекомых. Не исключено, что такими могли быть и боги. Предполагаемое наличие в крови пришельцев гемоцианина, возможно, указывает на их космическую прародину. Цвета, допустим, крови моллюсок, он имеет медную основу, и, соответственно, он имеет синий цвет. Синий-зеленый, вот где-то из этой позиции. Можно представить себе, что, может быть, действительно, какие-то представители внеземных цивилизаций, они имеют вот такую кровь. Вот если взять нашу Солнечную систему, то вполне возможно, что там, если какие-то формы жизни есть, а тем более, если она разумная, или были когда-то, вполне возможно, что они имели именно характера такие водные животные, океанические. По мнению астробиологов, подобные океаны, пригодные для жизни, существуют, скорее всего, не на самих планетах, а на их спутниках. И наиболее подходят для этого спутники планеты-гиганта Юпитера, Европа, Калиста, Ганимет. Они покрыты, в общем, большими, значит, областями льда. И есть мнение, что вот под этими, значит, областями находятся довольно-таки большие запасы воды, океаны целой воды. И, естественно, там гравитационная составляющая, она минимальна. И вполне можно предположить, что там развилась какая-то жизнь, жизнь, которая вполне возможно в условиях водной среды приобрела такие же формы, как и наши, значит, наши моллюски. И вполне возможно, что они даже каким-то образом вышли в космос и каким-то образом пытались освоить нашу планету. Сила гравитации на спутниках в десятки, а то и сотни раз меньше, чем на самих планетах. А значит, местные жители могли бы достигать гигантских размеров. Индийские мифы рассказывают, что некоторые наги действительно были огромны, размерами выше горы. Но постепенно они стали уменьшаться в размерах, и рост их не превосходил человеческий. По легендам, наги обладали паранормальными способностями и могли менять свой облик, принимая по желанию форму человека. В таком состоянии они заключали брачные союзы с людьми. И все королевские китайские династии, королевские японские династии, они результаты смешанных браков, солнечных богов человекоподобных и змеевидных богов. И об этом говорится многократно, они не скрывают это. В Индокитае, в Индии считают змей вообще своими предками. И я многократно наблюдал, как в храмах стоит змея пятиголовая или семиголовая, нага. Падают на колени, обнимают ее, загадывают желания местные жители Индокитая. То есть они считают их своими предками. Как повествуют легенды, нередко от брака нага с женщиной рождался ребенок, который полностью был похож на человека. То, что это не совсем человек, становилось понятно только когда он вырастал. Ведь такие существа редко были выше одного метра. Имели белую, практически прозрачную кожу. Боялись света. Однако эти физические недостатки с лихвой компенсировались мощным интеллектом и способностью предвидеть будущие события. Согласно преданиям, со временем эти потомки нагов даже создали свою подземную империю. Она была настолько огромна, что мощные подземные сооружения охватили всю планету. Вы знаете, что касаясь подземных сооружений, которые мне волею судьбы удалось посмотреть довольно много и в Израиле, и в Турции, вот, они есть практически по всему миру. И достаточно, вплоть я видел даже, мне показывали карту поиска в библиотеке Ивана Грозного. И вот, оказывается, такие сооружения, многоуровние, многоярусные, есть в том числе и даже под нашей Москвой. В Таиланде, на реке Меконг, каждый год отмечается праздник, посвященный мифическим существам, нагам. Согласно местным легендам, именно они являются прародителями аристократических династий стран Дальнего Востока. Там собираются раз в году на какой-то лунный день там календаря со всех сторон жители. Там наги, якобы, их предки устраивают то же самое, что у нас называется в Иерусалиме на Пасху святое, самое возгорание вот огня. А там из этого Меконга восходят вот такие шары светящиеся. И считается, что это наги дает о себе знать, что они до сих пор живы, живут еще и существуют, и наблюдают за людьми. То есть чудо есть не только у нас. Несмотря на все попытки, ученым так и не удалось разгадать загадку этих светящихся шаров. Наиболее вероятная версия, что огненные сферы это особые плазменные образования, похожие по своей природе на шаровые молнии. Но остается загадкой, что именно генерирует плазму. И почему шары появляются всегда в одно и то же время, в октябрьское полнолуние. Религиозные тайцы верят, что шары это дыхание нагрева. А эксперты предполагают, что под водой находится какой-то аппарат, созданный древней цивилизацией, постоянно генерирующий энергию. Интересно, что даже современная наука еще не научилась контролировать плазму. Однако древние цивилизации это, возможно, было под силу. Кем бы ни были наги, пришельцами с другой планеты или представителями земной про цивилизации, остается вопрос, куда исчезли эти могущественные существа. Как считает американский следователь Рич Андерс, причиной гибели клана драконов и нагов была глобальная катастрофа. Боги вымерли. И они вымерли порядка 35 сотен лет назад. Все. Кроме одного, которого звали Девкалион. Он был греческим богом и он являлся единственным, кто якобы выжил при Великом потопе, который уничтожил греческую цивилизацию. Поэтому это и называется потопом Девкалиона. Всемирный потоп действительно описан в многочисленных легендах и мифах. Сейчас у ученых нет никаких сомнений, что подобные глобальные катастрофы не раз происходили в истории Земли. Но почему инопланетяне не сумели защитить свои колонии от потопа? Ведь, по мнению самого доктора Андерса, они владели технологиями, возможности которых казались безграничными. Они способны на вещи, которые очень отличаются от тех, на которые способны люди. Например, они контролируют гравитацию и используют ее для своих методов строительства. Также они могли двигать сотни тысяч тонн каким-то неизвестным образом, способом, которого у нас нет. Поскольку, когда мы хотим переместить что-то тяжелое, нам нужно массивное оборудование. Одна из старых структур это пирамиды Гизы. Строения, которые люди не могут повторить по сей день. Вероятная катастрофа была настолько разрушительной, что даже высокие технологии пришельцев не могли защитить. Но если от этого катаклизма погибли все пришельцы, то как удалось выжить людям, которые, по версии Рича Андерса, во время потопа были на примитивном уровне развития? А вот ряд других исследователей считает, что причина гибели нагов не катаклизм, а война, которую развязали другие пришельцы. Но в дальнейшем по всей видимости произошло определенное событие, когда человекоподобные боги прилетели, спустились на землю, вполне возможно решили завоевать эту нашу планету и поэтому столкнулись со змееподобными богами и змееподобными людьми. Произошло великое сражение, причем в Махабхарате это подробно описано. Великое истребление змей, скорее всего, возможно, это отголос, каких-то реальных событий, в результате чего змееподобные боги и змеи-люди были вынуждены спрятаться либо под землей, либо под водой. Новые колонизаторы земли были больше похожи на людей. Современные исследователи называют такой тип пришельцев скандинавы. Они похожи на людей вот такой скандинавской расы. Они высокие, очень все белокурые, с четкими чертами лица. Многие их называют арийцами. Немцы, как вы знаете, считали, что они являются потомками арийцев. И уфологи очень часто описывают контакты с этой расой. Они достаточно большого роста от двух метров до двух с половиной метров роста. красивые, совершенные. Явно это доброе создание. Есть даже версия, что именно эти пришельцы дали основу так называемому лемурийскому народу. Загадочные предания, связанные с древней страной Лемурией, хранят жители Тибета. Здесь верят, что первый царь Тибета Ньяти Цзанбо, родившийся в 417 году до нашей эры, был прямым потомком представителей предыдущей высокоразвитой расы землян. Это были гиганты. Они были огромного роста, но я думаю, это были лемурийцы. Эти дети богов, они были напрямую соединены с Богом. Все свои мысли, имея прямой контакт с Богом, они сопоставляли с Богом. Они могли разговаривать с Богом. Они были бессмертны. У них не было рождения и всего прочего. Они могли просто менять свои тела. В 1996 году доктор медицинских наук Эрнст Молдаша совершил экспедицию в Гималайи. Тибетские монахи оказали им высокую честь, позволили посетить Самати пещеры. Это места, где до сих пор находятся представители предыдущих цивилизаций. Как такое возможно? Профессор получил ответ на этот вопрос, побывав в шести гималайских пещерах. Туда пройти очень трудно. Там существуют энергетические барьеры, которые пройти очень трудно. Тем не менее, можно было видеть вот этих людей, которые сидят в позе Будды, и можно было видеть, и вы знаете, вот таких небольших сидящих людей, вот как мы примерно, и можно было видеть гигантов. И знаете, сейчас уже у меня полный убежденность в том, что и в самом деле, что вот эти сыны богов, что вот эти дети богов, они, обладая чистой душой, могли очень сильно медитировать с помощью Божьей силы. С помощью медитации лемурийцы погрузились в состояние самати, и находиться в нем могут еще сотни тысяч лет. По мнению Эрнста Молдашева, такая консервация тела происходит за счет того, что сначала обменные процессы останавливаются, а затем вся вода организма переходит в пока неизвестное науке четвертое состояние. Состояние вязкой воды. Самое главное, что создали сыны или дети богов, это генофон человечества. Генофон человечества в виде самозаконсервировавшихся людей разных рас и разных цивилизаций, которые находятся в глубоких пещерах Гималаев и, я думаю, и в других местах земного шара, которые способны выйти и дать росток жизни на земле в том случае, если мы погибнем. Но, возможно, есть и другой народ, также хранящий наследие древних. Известный путешественник и писатель Вадим Бурлак во время одной из своих экспедиций в район Забайкалье встретился с загадочными аборигенами. Они говорили по-русски и по виду это были русские, но сами себя не называли Алны и называли себя в общем-то в эмирающем племени. Они рассказали легенду возникновения их вот в этих землях. И, если верить этой легенде, то это какой-то народ неизвестный, который кочевал несколько тысяч лет откуда-то из далекого юга. Мне показали они камень, родовой камень можно назвать. И вот там кто-то неизвестный, я не знаю, может сто лет назад, может пятьсот лет назад, там выбито, скорее всего, также выбито острым камнем, очертания какого-то острова. По словам Алнов, их далекая прародина находится за тысячи километров от того места, где они живут сейчас. Вадиму Бурлаку показались знакомыми очертания этого географического объекта, но вспомнить, что это такое, ему удалось только после возвращения домой. И никак не мог вспомнить, я только вернувшись в Москву, я понял, что это очертания Антарктиды. Я бы, в общем, особого значения этому не придал, ну, мало ли, легенда и легенды. Во время нового путешествия, на этот раз на остров Сахалин, Вадим Бурлак познакомился с представителями другого местного народа, Айнов. И это привело к новому удивительному открытию. И вот, когда я сравнил легенды вот этих Алнам, с которыми я встретился, они совершенно не похожи на Айнов. Вот эти Алны, это типично русские черты лица. Но что мне показалось родственным, сходным, что когда на их прародине, это у Айнов есть и у Алнов, началась великая катастрофа, огни с небес падали, земля сотрясалась, земля была в огне, и надо было бежать. И вот что интересно, совпадение, что на каких-то круглых лодках плыли и Айны, и предки Алнов. и что еще в легенде говорится, что они могли опреснять океанскую воду. Согласно мифологии Айнов, именно от них, спасшихся после великой катастрофы, пошли все остальные народы Земли. Удивительно, но эту легенду косвенно подтверждают и современные научные данные. Айны довольно загадочная группа, это антропологический тип или раса, расовая группа, и в его совершенно разные исследователи считают, что они европеоидные типа, ближе к европеоидным, другие считают, что они монголоидные, третьи считают, что они австралоидные типы, и все эти признаки примерно присутствуют. Айны этим и интересны. Получается, что в геноме Айнов присутствуют генотипы всех рас. Конечно, можно предположить, что этот народ возник после ряда межрасовых браков, но по законам генетики такое объяснение годится только если считать Айнов молодым народом, который образовался на стыке нескольких этносов. Айны же очень древний народ, намного древнее тех же японцев, с которыми жили по соседству. История Айнов насчитывает не одно тысячелетие. Как считают некоторые ученые, это дает основание предположить, что именно этот этнос послужил генетической основой, из которой произошли все остальные известные нам расы. Еще одно удивительное научное открытие доказывает, что современные Айны это всего лишь осколки великого этноса, который когда-то контролировал практически всю планету. Оказывается, останки этой перворасы находят повсеместно. И она очень широко распространена в Пекине. В холм драконьих костей найден череп примерно похожий. Вот Сунгири под Владимиром тоже найдены. Вот аналогичный череп, старик, Сунгири один, вот такое захоронение. Он тоже похожий. Вот представьте, Пекин, где находится современный, и Владимир. А тип примерно один и тот же, европеоидный, массивный. представлениями о космосе, о том, что Земля одна из планет, вращающихся вокруг нашего Солнца, что есть другие светила, на которых тоже живут другие люди или не люди. Они знали от космических учителей, то есть иными словами, они не обожествляли тех, кто к ним прилетал, не считали их богами, то есть боги и учителя, это несколько разные вещи, но тем не менее они уважали своих учителей, описывая их дословно и добуквенно, они изображали их, увековечивали их изображение в виде керамических изделий. Перед вами глиняная статуэтка, которую японцы называют доку. Искусствоведы так и не могут объяснить, что за странное существо вылеплено из глины. загадка разрешается только если допустить, что нашу планету в прошлом действительно посещали инопланетяне. И первыми, кто с ними встретились, были именно Айны. Они изображали на этих статуэтках своих космических учителей, причем считали, что изображают этих учителей так, как их видят. Изображают их в космических железных одеждах. То есть сами учителя внешне были похожи на нас, но видимо выходили на поверхность из железных огнедышащих сорокаместных драконов. То есть слово дракон в данном случае это лишь неудачная попытка перевода. Лично у меня нет никаких сомнений, что огнедышащий дракон с железной кожей это не более чем космический аппарат. Согласно преданиям самих Айнов, прибыв из Антарктиды на территорию Сибири, они позже расселились по всему миру, дав начало современному человечеству. Удивительно, но тот факт, что родина человечества, территория России, а не Африка, как считалось раньше, подтверждают новейшие исследования. Англоязычные зоны не используют наши данные, поэтому у них получаются чудеса. У них возникают чудеса, что, например, человек произошел из Африки, и потом за каким-то интересом пошел в северную местность убирать снег. По нашим же данным, по данным нашей науки, значит, современный человек сформировался на нашей территории, плюс европейской территории, и плюс немножко Ближнего Востока, потом, расселяясь в определенные промежутки времени, он достиг Африки. Даже египетскую цивилизацию в долине реки Нил создали люди с белой кожей, русыми волосами, глазами голубого и серого цвета. Черные волосы на росписях в рамах, скорее всего, по реке. С течением тысячелетий северный облик, конечно, менялся из-за жаркого климата. Большое влияние оказали и восточные народы-завоеватели в период упадка Древнего Египта. Первые фараоны, вернее, фараоны Египта и вообще египтяне того времени это была белая раса, которая потом перерисовала в династию Птоломеев, опять же, белых македонцев. Когда реконструируют внешность древних египтян, все время получаются монголоиды. Но здесь скорее работает стереотип художников, чем научное знание. Интереснее взглянуть на статуи эпохи так называемого Амарнского периода. В это время правил отец фараона Тутанхамона Эхнатон. Он произвел настоящую революцию в религии и искусстве страны. Именно он запретил поклоняться множеству богов, введя культ Атона, бога солнечного света, и перенес столицу в новый город Амарн. Эхнатон, который, вся его реформа строилась на том, чтобы не только представить египетскую религию в виде под началом одного бога Атона, но и в то же время быть его самым главным последователем на земле, фактически самому божественным. Потому что к эпохе Амарн уже, если в эпоху древности не возникало сомнений в божественности фараона, то здесь уже возникало, ему что-то для этого требовалось. В эпохах Ахнатона скульпторы добивались максимального портретного сходства с оригиналом. И отсюда возникает масса неудобных для науки вопросов. Почему черепа фараона, его супруги Нефертити, всех их детей такой странной вытянутой формы? Такой объем мозга неестественен для человека. Сохранились также изображения и описания неких божественных устройств, головных уборов невероятного объема с выступами похожими на антенны. Их носили боги и цари. Одно из этих устройств, к примеру, это так называемая атлантийская диадема. Мы так ее на сегодня называем. Или это корона Атеф в Древнем Египте. Если такую корону Атеф одевали на ребенка с детства, для того, чтобы в ребенке уже с измельства формировались определенные способности к ясновидению, к яснослышанию, то по мере формирования его черепной коробки она приобретала необычную форму. Мозг в два раза больше, чем у обычного человека, не единственная сверхъестественная мутация. У него были очень длинные руки и тонкие пальцы, огромные ступни, массивный зад и женская грудь. Медики определили по этой внешности целый букет синдромов, редких генетических заболеваний. точку в диагнозе мешает поставить лишь то, что человек с такой больничной картой не жизнеспособен. Эхнатон же не только устраивал перевороты, но и имел двух жен, гарем наложниц и 10 законных детей. Влияние, которое оказывал кристалл, энергетический поток, на гипоталамо-гипофизарную систему, оказывал мощное влияние вообще на эндокринную систему. И вот это влияние, последствия которого вообще трудно предсказать, сказывалось и на том, что череп менял не только форму, менялось резонансное свойство черепа. У такого человека действительно открывались необычные способности, и эти способности в первую очередь сказывались на гормональном его фоне, на гормональном его статусе. И менялась и форма головы, и объем черепа, и качество нервной системы, и многое-многое другое. Есть также фантастическая версия, что эти фараоны были детьми богов-инопланетян, но проверить ее невозможно. Мумии Нефертити и ее дочерей пока не найдены. Известно, где находилась гробница Эхнатона, в Амарне, из которой тот он хамон взял и куда-то перезахоронил своего отца. Сейчас существует гробница КВ-55, в которой была в начале XX века найдена мумия неизвестного мужчины, которую два или три года назад в результате анализа ДНК известный египетский специалист Захих Аваз, который был министром по древностям Египта до революции, до последней. он, в том числе и та группа ученых, которая этим занималась, определили как мумию Эхнатона. Никаких больше других свидетельств не существует. Поэтому гробница Эхнатона трудно сказать. Фактически это тайник, в котором были найдены еще мумии. В генах сына Эхнатона Тутанхамона нет следов внеземных пришельцев. Что пока нельзя сказать о его мачехе? Таинственная Нефертити, возлюбленная Эхнатона, эталон женской красоты и обаяния. Нефертити наравне с фараоном управляла религиозной жизнью Египта. Ее имя говорило о полном ее на то праве. Сначала Нефертити переводили как «красивая пришла». Однако были найдены иероглифы с именами царей, которые тоже начинались со слова «нефер». Эта важная приставка на самом деле означало нечто другое. Нефер это либо некая божественная сущность, нефером также называли энергетический луч, идущий из георазлома. Почему вдруг нефер божественная сущность и энергетический луч из георазлома? Нам на сегодня все отчетливее становится понятно, что энергия, идущая из георазлома, влияющая на пространственную временную структуру, являлась тем самым передающим звеном, через которое, как по проводу, осуществлялось некое общение. Неферы – это боги, с которыми общались древние египтяне. Именно от них эта цивилизация получила научное знание и учение об устройстве Вселенной. Неферы были всемогущи и могли предсказывать будущее как отдельного человека, так и всей державы. Как следует из иероглифических текстов и картин на стенах храмов, вступить в контакт с Нефером можно было с помощью пирамиды. Пирамида обязательно является антенной. Все зависит только от человека, с какой информацией, то есть, с какими вибрациями человек подходит к этим пирамидам. И, как я уже говорил, вот, чтобы жрецы узнавали, что их ждет, они, конечно, настраивались на ту вибрацию, чтобы считать эту информацию. История происхождения человека хранит немало загадок. Возникли мы в результате случайной мутации или это был целенаправленный эксперимент? Вероятно, ответить на этот вопрос поможет один из самых странных артефактов, чья тайна пока не разгадана. Так называемый манускрипт Войнича. Сам манускрипт был обнаружен 200 лет назад в одной из библиотек. Вот. Он похож на рукописную книгу. Причем книга с большим количеством иллюстраций. Там находится большое количество так сказать иллюстраций растений, ну, большую часть которых на Земле явно вот сейчас по крайней мере не существует. Удивление вызывают не только таинственные рисунки, которыми покрыта бесчисленная страница манускрипта, но и сам текст, который был написан на неизвестном никому языке. Все специалисты по шифрам даже привлекали и машины технику для расшифровки. Удивительно, что никто не смог расшифровать, но специалисты пришли все-таки к выводам, что есть система в этом шифре. Можно, конечно, мало ли набрать беспорядочное количество каких-то знаков, и вот тебе никакой мудрец, никакой специалист, никакая машина не расшифрует. Нет, там все-таки была система, есть система, но как раскрыть, пока еще неизвестно. Взломать шифр, которым был написан манускрипт Войнича, оказалось не под силу даже специалистам, работающим в отделах, занимающихся шифрованием информации для спецслужб США и Европы. Лингвисты считают, что разгадать язык манускрипта это такая же сложная задача, как расшифровать древнеегипетские иероглифы. В 19 веке французскому египтологу и лингвисту Жану Шампольону удалось разгадать тайны письма фараонов благодаря находке так называемого розетского камня, где египетский текст был параллельно продублирован на греческом. А вот у манускрипта в Войниче такого параллельного текста нет, и все попытки шифровать оказываются неудачей. Удивляет то, что написано, ну, более-менее так аккуратно этот текст, от руки написано, не набран. А вот рисунки, особенно рисунки женщин беременных, очень неаккуратно сделаны, из чего исследователи делают вывод такой, что это, в общем-то, что кто-то переписал с какой-то книги, причем переписали дети, и, видимо, два или три ребенка, потому что и почерки немножко разные, и стиль рисунков немножко разный. Я думаю, что эта книга в своем оригинале, она как бы такая маленькая энциклопедия того, что было привезено на землю. По мнению инженера-исследователя Сергея Сухинова, манускрипт Войнича это список с оригинальной книги, которая была передана землянам пришельцами с далеких планет. Я думаю, что это земные дети в школах инопланетных, они копировали эти книжки, вот, я в детстве тоже, когда учился, я тоже копировал разные книжки, то есть это, в принципе, понятная вещь, ты изучаешь этот предмет, но ты его и копируешь, ты за мной будешь писать, рисовать, и понимаешь какие-то важные вещи. Вот в этом смысл манускриптов Войнича я считаю. Но зачем по версии этого манускрипта небесные пришельцы явились на землю и какова их роль в жизни человечества? В основном там нарисованы разные странные фантастические растения, я думаю, их пытались на земле как-то приспособить, но, видимо, из этого мало что получилось. Но там есть нечто вроде грандиозного роддома. Такие круги, в них нарисованы купели, в купелях сидят беременные женщины и держат в руках цветки. Цветки с семи лепестками, а семь звезд Ориона это символическое ображение пояса Ориона. По мнению Сергея Сухинова, рисунки манускрипта отражают реальные события. Люди были созданы в специальных инкубаторах, и этими генетиками-экспериментаторами были пришельцы из созвездия Ориона. Именно эти гуманоиды и были восприняты древними людьми как боги. Но стоит ли искать родину богов в далеком космосе? Может планета, на которой они обитали находятся в нашей собственной солнечной системе? Кратер Гусева. Съемки, сделанные американским марсоходом Спиле. У специалистов на сегодняшний день не осталось сомнений. Аппарат обнаружил черепа существ очень похожих на людей. Я как геолог, конечно, если бы такие вещи увидел бы на земле, где-нибудь сказал бы, ну, где-то кто-то там, кого-то тут прибили, или кто-то умер, бедняга, от голода или замерз. Это совершенно очевидно человеческие черепа. Был бы сделан анализ, можно было бы однозначно говорить. Но анализ, возможно, и был сделан, только об этом американцы молчат. О том, что на Марсе могла быть жизнь, ученые впервые всерьез заговорили после того, как на поверхности Красной планеты была обнаружена долина Маринеров. Гигантский каньон, протянувшийся вдоль экватора. Маринер в 10 раз длиннее и глубже знаменитого Большого каньона в Америке. А значит, поверхность Марса состоит из рыхлых пород, и в его атмосфере когда-то присутствовал кислород. Для образования такой мощной коры выветривания требуется такое количество кислорода, которое в несколько раз превышает количество кислорода сейчас в атмосфере Земли. А это может быть только в том случае, если в течение миллиардов лет на Марсе была жизнь, эволюционировала и там было много кислорода. Кислород этот входил в состав поверхностной коры вветривания Марса. Пробы марсианского грунта показали, что в атмосфере Марса могло присутствовать 4000 триллионов тонн свободного кислорода. Это в 3-4 раза больше, чем сейчас на Земле. Как говорят ученые, Марс напоминал нашу планету в эпоху Палеозоя и Мезозоя. Богатый растительный и животный мир многоводные реки. И судя по тому, что русла этих рек еще хорошо сохранились, они пересохли недавно. Долины рек быстро засыпаются. Например, в Сахаре, когда провели радарную съемку Сахары, оказалось, что под песком Сахары имеются долины сотен рек. Но они все засыпаны. Они засыпаны когда за 6-7 тысяч лет полностью изменился рельеф Сахары. Полностью засыпаны. Американцы уже несколько десятилетий активно изучают Марс. Один за другим туда отправляются Соджойнеры, Спириты, Оппортюнити. Вот только в мировое научное сообщество больше не поступает никаких сведений о том, что же удалось разузнать всем этим марсоходам. А судя по официальным отчетам в НАСА все еще продолжают исследовать тот самый марсианский грунт. Неужели ради этого были потрачены миллиарды долларов? Редкие утечки информации показывают, что на Красной планете давно обнаружены не только костные останки, но и предметы, явно созданные развитой цивилизацией. Вот есть там и лицо лик плачущий со слезой смотрит в космос, и пятиугольная пирамида и вся архитектура пирамидального комплекса очень хорошо изучена. В свое время спутниками НАСА были сфотографированы эти фотографии Марса и уже давно изучены. То есть жизнь там явно была. Но что погубило зеленую планету? Что привело к тому, что на Марсе в одночасье исчезло все живое? Начался процесс окисления и некогда обитаемая планета покрылась гигантским слоем ржавчины? Был ли шанс спастись до катастрофы? А прикончил ее падение спутника Марса, который вращался ближе, чем Фобос еще. Прошел предел Роша, столкнулся с плотной атмосферой, уничтожил ее и взорвался. Это действительно могла бы быть глобальная катастрофа. По одной из версий, которая сегодня уже не кажется столь фантастичной, во время катастрофы часть марсиан смогла спастись. Они-то и отправились на ближайшую пригодную для жизни планету Солнечной системе. Может, именно их космические корабли коренные жители Земли описывали как летающие дворцы, колесницы богов и огнедышащих драконов? Они пришли с мощными технологиями, с компьютерами, со знаниями, со всевозможными, с машинами, с летательными аппаратами, с летающими тарелками, со всем чем угодно. По мнению сторонников палеоконтактов, защиту гипотезы, что люди-потомки марсиан говорят не только многочисленные артефакты, но даже само строение человеческого тела. Масса Марса в 10 раз меньше Земли и силы гравитации втрое меньше. В этом случае у жителей Марса должны быть более тонкие, хрупкие кости, чем у коренных землян. Корову возьмем, допустим, мощные, плечевые, локтевые, мощнейшие кости, можно им, я не знаю, колоть орехи. А у человека очень хрупкое плечо, вполне возможно, что действительно, как гипотезу можно предположить, что гравитация была иная, и мышечные усилия надо совершать было меньше силы, поэтому костяк довольно крупкий по отношению к животным. На сегодняшний день наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезу, что земное человечество приняло эстафету жизнью марсиан. Но, как уверяют сами ученые, ждать осталось недолго. Согласно наиболее оптимистическим прогнозам, первый человек может вступить на поверхность Красной планеты уже в 2023 году. После чего начнется активное изучение и колонизация Марса. Так что, возможно, меньше, чем через 10 лет мы узнаем, кто на самом деле является нашими космическими прародителями. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова